приветствую вас мои юные друзья сегодня великолепнейшая погода в штате вашингтон западной части где я нахожусь солнечно где-то температура поднимается к 70 по ференгейту это тепло и у меня произошло очередное до очередное событие которое заставило записать вот это видео нашей жизни происходит много неожиданных событий перемен всяких курьезов и у меня сегодня произошло одно очередное такое событие у меня вся неделя была распланирована четко все плотный график много забот суеты планов и утром сегодня звонок который выбивает меня из моего плана из моих моего расписания и вот я хотел вам задать вопрос когда вашу жизнь врываются какие-то неожиданности которые ломают ваши планы которые выбивают вас из наезженной колеи как вы реагируете это очень важный довольно таки глубокий вопрос в свое время когда я был намного моложе я зажигался вот на раз два три любая вещь она могла меня вспылить зажечь эмоционально я мог распсиховаться и так далее так далее так ну вы наверное начинаете понимать о чем я говорю так вот вот эти всякие случаи которые вы не планировали как вы реагируете на них рвете ли свое сердце тратите ли нервы начинаете вокруг себя создавать атмосферу нетерпимости нервозности начинаете ли вы гонять всех вокруг себя ну потому что вам плохо и все и никто не понимает так вот это нормально когда в нашей жизни происходят подобные случаи это абсолютно нормально если мы посмотрим на отцов основателей церкви мы увидим что у них тоже не все происходило гладко да бог был с ними да бог их благословлял да бог хранил в каких-то случаях а в каких-то происходило совершенно обратное и апостол павел об этом говорит что иногда его побивали там камнями палками там тюрьму садили казалось бы этого не должно быть и вот сегодня многие христиане или люди верующие которые себя называют так претендуют на это звание они иногда себя ведут очень неадекватно в подобных ситуациях и говорят вот что вот все что происходит все от бога но это не совсем так и я не хотел бы чтобы мы с вами согрешали против бога и возмущались на бога роптали на бога негодовали на бога высказывали ему недовольство что в нашей жизни что-то пошло не так почему это так происходит первое самое глубокая большая причина это то что бог на эту землю так сказать сослал дьявола и падших ангелов они находятся здесь они имеют определенные права и они их каких-то случаях имеют право использовать да да они имеют право использовать и если мы посмотрим как учили основатели церкви они говорили в одном случае что воспрепятствовал нам дух святой а в другом случае нам воспрепятствовал сатана вы понимаете что если бы все было только на боге то и войны мы бы на него складывали все и болезни в складывали все и некоторые так и делают но это не всегда правда да в каких-то случаях приходит наказание каких-то случаях приходит ситуации которые нас учат а в каких-то случаях происходят случаи которые влияют на будущее нашей жизни я часто вспоминаю вот когда сегодня мне позвонили я как раз вспомнил подобную ситуацию это и библейские это и современные жизненные наверное вы слышали о трагедии в нью-йорке башни которые упали в которые попали самолеты там погибло очень много людей так вот я подробно слушал анализ этой ситуации и свидетельства которые были оттуда из нью-йорка в обычное в обычный день рабочий день в этих башнях находилась приблизительно 55 тысяч человек но в тот день оказалось намного меньше намного и я слушал много свидетельств почему люди в тот день не попали на работу у кого-то сломалась машина кто-то заболел у кого-то там какой-то несчастный случай произошел кто-то женой поссорился в общем много много разных причин и в тот день не очень плохой день погибло в башнях три с половиной тысячи человек а могло бы погибнуть десятки когда в этих свидетельствах люди говорили что отменялись большие встречи по каким-то непонятным причинам и конечно каждая такая причина она вызывала негодование сломалась машина надо было ехать на работу или там встреча с какими-то людьми важными людьми какие-то бизнес встречи кто-то говорил что бумажки которые летали тогда по нью-йорку из этих башен иногда стоили дороже чем целое целый этот небоскреб но вот так случилось и есть много свидетельств когда какие-то неожиданные случаи они не давали нам идти по нашему расписанию по нашей колее по нашим планам происходило что-то что выбивало я вам покажу сегодня мелочь которая меня заставила оставить все мои планы и поехать ко мне на мои мои пропортии на озере где у меня там особняк есть остров есть на озере и там произошло такое довольно таки неприятное событие но я вам покажу об этом и вот я все бросаю еду туда наученный опытом я реагирую на это абсолютно спокойно абсолютно спокойно почему потому что надо жизнь принимать во всех ее ипостаси во всех вот разновидностях до бывают нехорошие одни бывают плохие но никакое плохое событие не должно выбивать нас из колеи из равновесия выбивать наш наше настроение потому что когда человек без настроения когда человек расстроен распсихован он начинает принимать неадекватные решения которые еще больше усугубляют ситуацию когда человек попадает какую-то неприятность он начинает вариться в ней он не пытается отойти в сторону и посмотреть на это событие со стороны он пытается продумывать ее не понимая до конца почему это произошло причину происшедшего человек порой не знает и возможно никогда не узнает пока будет жить на этой земле поэтому друзья мои хочу задать вам вопрос когда у вас происходит что-то неожиданное от банальных самых простых вещей утром вышли колесо спустила утром вышли машина не завелась утром стали забилась канализация испортилась мощная машина стиралка от самых банальных до более глубоких и более серьезных здесь очень важно научиться правильно реагировать и правильно задавать богу вопросы господи для чего это произошло потому что мы всегда кричим почему господи почему со мной это произошло я же тебе служу этого не должно быть почему нет ты спросил господа для чего господи это или другое событие произошло сегодня со мной может быть если бы ты поехал в этот день по твоему плану у тебя могла произойти авария у тебя про могла произойти неудачная встреча у тебя могло произойти масса всяких непредвиденных обстоятельств от которых отвела тебя рука божья возможно и другая сторона как апостолы говорят нам воспрепятствовал сатана но там была определенная проблема что они хотели делать и почему дьявол не дал не дал им такой возможности и почему он это мог сделать ведь где-то бог дьяволу запрещает а где-то разрешает и книга иова нам очень красиво описывает эту ситуацию поэтому подводим черту под этой очень короткой мыслью которую я оставляю сегодня для вас на размышление как вы реагируете какие вопросы задаете можете ли вы контролировать себя писание говорит что владеющий собою лучше завоевателя города когда ты научишься владеть собою своим языком своими эмоциями это намного ценнее чем ты будешь каким-то крутым александром македонским который пол мира завоевал но увы печальный конец его мы знаем также как у многих многих других товарищей которые владели частью мира или целыми государствами и так задумайтесь об этом я сейчас продолжу покажу мелкую неприятность когда приеду на мой дом и мне бы хотелось услышать от вас как бы вы среагировали на подобные события вашей жизни которая не касается духовности абсолютно не касается никаких там супер духовных планов просто обычная жизненная ситуация не переключайтесь ну вот я приехал на мой участок вода в нашем канале который выходит на озеро уже начала потихоньку подниматься и у меня здесь было 4 яблони вот смотрите они все в яблоках вот это и вот это какие красивые яблоки кругом в прошлом году я делал сок из этих яблок и сок довольно таки хороший посмотрите какие-то поздние яблоки огромное количество и на этой яблони тоже вот у меня одна молоденькая и вот одна которая пропала пропала она по причине того что на мой участок начали приходить бобры и они сожрали вот здесь поростки пошли но бобры сожжу срезали и утащили я даже не знаю куда утащили вчера произошла вот такая вот ситуация вот огромное яблоня и посмотрите что бобры наделали вы видите это вы видите вряд ли это яблоня уже выживет потому что кора полностью уничтожена и вот как они усердно грызли мне позвонили говорят слушай есть что-то делай что же я могу делать сейчас с этой яблоней просто не знаю мне жалко такую яблоню посмотрите сколько яблок и это все я думаю погибнет это дерево его вряд ли удастся спасти так как я сейчас редко здесь бываю и у меня нет возможности сделать так чтобы бобры сюда не приходили устроить охоту на бобров я не знаю это лучший выход или худший яблок было много на земле они тоже их видимо поели вот ну сейчас соберу яблоки обмажу вот эту огрызенную часть специальным составом ну и будем смотреть и вот вопрос ребята какую реакцию у вас внутри вызывают вот такие неожиданные вещи которые приносят неприятные ощущения и выбивают вас из рабочей колеи из вашего графика и расписания напишите мне об этом давайте мы обсудим насколько мы имеем опыт и насколько мы контролируем себя всем благословений божьих хорошего настроения и новых побед пока вот сколько я яблок собрал с одной яблони и это еще не все под яблоней вон еще почти столько же почти столько же ух-ух ух Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok